Очень много вопросов звучит по поводу безопасности Крокус-Сити-Холла, по поводу организации охраны, по поводу противопожарных систем. Вы говорили, что в здании работали контролёры. Почему такое крупное мероприятие не охранялось профессионалами с необходимой подготовкой и с оружием? Вы знаете, наши все объекты, особенно концертный зал, где большое скопление людей, закон не позволяет иметь нам вооружённую охрану, которая будет являться сотрудниками Крокуса. Соответственно, я, как ещё и гастролирующий артист по всем залам страны езжу, я нигде не вижу никогда вооружённую охрану. Это никогда не было задачей, условно, владельцев или операторов зданий. У нас вооружённой охраны нет на территории, соответственно, мы их называем охранники, они же контролёры. А как вы считаете, необходимо ли менять систему охраны подобных мероприятий и центров? Ну, в цвете того, что случилось, наверное, это то, что нужно в законодательстве пересмотреть. Но мы действовали в рамках той базы, которую мы имели на тот момент. Субтитры создавал DimaTorzok